Песня Субтитры создавал DimaTorzok Песня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня всегда молодые просьбудут Песня Субтитры создавал DimaTorzok Песня 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 Аминь. 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 Вокруг все подсыпано, цель подстоит, ее основание тревога охранит. Давайте все вместе и дружно, друзья, споем в песню славы. Аллилуйя. 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 Мы стали врагами в песнях, в песнях, в песнях. Свобода и сила Его живут в нас. Поднимет все руки и дверь все друзья, споем в песню славы. Аллилуйя. 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 а а а а а м и эссу а а Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Богу, братья и сестры, Аллилуйя. Он сегодня дал нам возможность быть в Доме Божьем. Мы сегодня радуемся. Благодарим Господа, что Он нам подарил эту возможность. Не все сегодня могут быть в служении. Не все сегодня могут прийти, как мы пришли. И утром брат Андрей звонил, передавал всем приветствие. Благодарил за молитвы. И просил еще молиться, еще возносить молитвы. Нуждается. Сегодня нет такой возможности у Него еще прийти в служение. А хотел бы быть вместе с нами. Поэтому будем продолжать помнить в молитвах наших. Вспоминать, Господь силен. Исцелять. Господь хочет исцелять. Он может это делать, и мы знаем. И мы не раз переживали эти благословения от Господа. Слава Богу. И сегодня я хотел бы поделиться тем словом, которое я как бы готовил на прошлое воскресенье. Я немножко сдерился уже во вторник утром на молитвенном служении. Хочу делиться с этим словом, которое записано в книге пророка Исаия, 55 глава, с 10 стиха. Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Священное Писание, оно сравнивает, мы читаем, когда Слово Божие, мы можем находить места, где Священное Писание сравнивает Слово Божие в некоторых местах с водой, в некоторых местах со светом, в некоторых местах это как молот, и можно находить и другие места Священного Писания, где сравнивается Слово Божие. В этом месте Священное Писание здесь это Слово Божие, оно сравнивается со снегом и дождем. И мы можем сейчас наблюдать картину такую здесь у нас в Айдахах, стоит такая жара, нету дождей, и там, где нету поливки, там, где не попадает дождь, где нету этой системы поливочной, там все засыхает. Трава стала желтая, неприятная, колючая, и там ничего не растет. Там, где попадает вода, то там зеленеет, там цветет, там растет, и мы поливаем наши огороды, и там произращают разные плоды, и многие из нас уже имеют, там помидорчики, огурчики. Мы снимали с наших деревьев там вишеньки, черешеньки, смородина и так далее. И мы там, где поливается, там растет. И здесь Слово Божие говорит, что сравнивает Слово Божие со снегом и дождем. И мы радуемся, когда, особенно те любители, кто любит там на лыжах покататься, или дети наши, когда выпадает снег, то многие радуются. Многие торопятся быстрее, готовят, и на Богус. Кто-то где-то дальше, может быть, чтобы немножко погонять, чтобы расслабиться, отдохнуть, получить удовольствие. А дети наши где-то там на саночках, если нету возможности выехать, лепят эти снежные бабы, разные крепости, разные там фигурки выделывают. И даже там где-то в Маккале говорят, что это бывает, целые эти статую выстраивают, и даже конкурс устраивают. Там красиво, и многие люди едут, смотрят, наслаждаются. Снег. Но не всем нравится снег. Есть люди, которым он не нравится. Они говорят, ну, невозможно ехать, невозможно добраться скользко, боятся, не садятся за руль, и достают, ну, такие неудобства для человека. То же самое и дождь, мы здесь в Айдаха ждем, быстрее бы дождь пошел. И когда мы молились, на этой неделе у нас была молитва и пост, и она, сестра, предложила, что давайте будем молиться, чтобы погода поменялась. Потому что уже вот месяц, наверное, больше месяца у нас больше 100 градусов по Фаренгейту, и не спадает температура. Несколько дней чуть-чуть меньше, и снова поднимается. Давайте будем молиться. Уже все горит вокруг, уже пожары кругом, уже, ну, страшно, и хочется дождя. А где-то люди жалуются, что дождь много идет, голова болит, моя племянница уехала из Сиэтла. Говорит там, 11 месяцев, да, в году, или в Портленде. 11 месяцев в году идет дождь, постоянные дожди, дожди, головные боли, давление, и люди убегают. И здесь Слово Божие показывает нам, что говорит о снеге и дожде. Но также оно сравнивает вот это Слово Божие. И если дождь и снег посылается на землю, мы прочитали для того, чтобы рождать и произращать. Оно, оно вот предназначен, снег и дождь. И если его нету, ни снега, ни дождя, то его ничего не растет. И мы когда учились в школе еще, там, в Белоруссии, у нас учили так, что много снега, много хлеба. И мы знаем об этом. И здесь написано, что Слово Божие, оно так же. Оно предназначено, приходит, Бог его дает, это Слово, чтобы оно производило свой рост и приносило плод. И оно не возвращается сшетным. Оно не просто так не уходит. И в послании к евреям в 6 главе 7-8 стих записано так. «Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь, и произращающая злак, полезна тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая тернии и волшцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». Здесь тоже говорится о дожде. О дожде и о земле. Как и в первом месте Священного Писания я прочитал в книге пророка Исаия. Здесь тоже дождь, и здесь тоже земля. И здесь мы видим, что тут две разные почвы. И написано, что одна почва, на которую падает этот дождь, она производит там какой-то продукт, там вырастает что-то хорошее. Она приносит пищу тем, которые ее возделывают, которые стараются, укладывают свой труд, и она приносит им пищу. Но, оказывается, есть еще другая земля. И на нее тоже не написано, что там дождь не шел. Но там тоже идет дождь, но она производит, написано, тернии и волшцы. А там не растет на ней ничего. И мы можем посмотреть на духовное, в духовном смысле, на эти две земли. И когда мы открываем книгу пророка Иоанны. И Бог повелевает этому пророку, что иди в этот город большой, Неневию, и проповедуй им. Иди и скажи, что Неневия, она будет сожжена. Там через сорок этих дней она будет уничтожена. Конечно, и он о них не захотел. Мы читаем эту историю и знаем. Он бежал, выбросили его, там рыба его поймала, выбросила на берег, и пошел он в Неневию. Он стал ходить по этому городу взад и вперед и говорить, что через сорок дней этот город будет разрушен. Этот город будет уничтожен. Он ходил и проповедовал, и написано, сколько он мог пройти за день. Он столько ходил и проповедовал. Он говорил Слово Божие. Он говорил то, что сказал ему Господь. И мы видим, что вот этот дождь, это Слово Божие, оно пролилось на эту землю. Оно снизошло на эту землю. И написано, что царь там сошел с трона своего, снял свои царские одежды и приказал всему народу взять пост и молитву. Они даже повелели, чтобы даже и скот не кушал в тот день. Они смирились настолько перед Господом. И этот дождь, Слово Божие, он пролился на эту землю и произвел свою работу. Народ обратился к Господу. Они получили спасение. Они получили спасение от Господа. И дальше мы читаем, что даже Иоанн, который проповедовал, и, казалось бы, должен быть радоваться, что Господь помиловал этот народ. Вот он даже огорчился, что так не случилось. Но этот дождь, который пролился, он произвел работу, благоприятную работу. И произошло хороший плод в жизни. Но как часто в жизни случается так, что оно не производит свою работу. Мы, когда читаем Деяния апостолов, когда уже ученики получили крещение Духом Святым, после того, как Иисус вознесся, они стали проповедовать. Они стали проповедовать Слово Божие. И, по-моему, 4 или 5 глава Деяния апостолов говорит, когда Петр и Иоанн шли в храм. И там они встретили вот этого нуждающегося больного возле храма. И когда этот попросил милостыню, то Петр с Иоанном сказали, что мы не имеем ничего в карманах наших, но мы имеем Господа. И произошло чудо. Человек получил исцеление, началось словословие. Но в то же время, когда началось вот это словословие, человек получил исцеление, получил свободу от этой физической болезни. И началось прославление Господа. Вдруг что-то произошло. Пришли люди, которые знали Слово Божие. Пришли люди, которые были очень хорошо знакомы со Словом Божиим. И написано, что они взяли под стражу этих учеников за то, что Слово Божие. У них что-то проросло так же. Что-то случилось в их жизни так же. И начался какой-то рост. Что-то недовольные они стали. Почему эти проповедуют воскресение в Иисусе Христе? Почему это они делают? Мы читаем пятую главу, там снова, там проросло такое, которое у нас часто прорастает, зависть. Написано, стали завидовать, что эти проповедуют. И когда мы в первом месте священного Писания, которое я призвал, когда первый раз апостолов там арестовали, то написано там, это Слово, которое было проповедано, оно принесло плод и около пяти тысяч людей покаялось. Но в других проросло совсем другое. У них проросло вот это вот недовольство. Проросло какое-то злоба. Проросла какая-то вот, в этом втором месте написано, зависть проросла. Они начали, как часто в жизни нашей так бывает, прорастает что-то такое. Я помню один случай. Мы только приехали в Америку. Ну и так еще, не зная ни английского, ничего. Ну, имели машину, но посмотрели, что нам надо как бы другая машина. И просто с женой проехаться решили посмотреть. И зашли на дилерскую стоянку. А там же умеют уговаривать, кто там был, зная. Я не там подошел один, и по машину показал, и дал проехать. Ну, английский у нас не такой хороший там. Нашли быстренько переводчика, переводчик пришел, начал на нем помогать. Этот не справляется, пришел другой. И уговаривают, уговаривают, уговаривают. Ну и мы как бы уговорили. Ну а мы только приехали, ни кредитной истории, ничего нет. Ну, вы, может быть, они там проверили, ну, если вы, может быть, какой дал пеймент. Ну, какой дал пеймент? У нас нету, мы только приехали в Америку. А откуда у нас эти деньги? Да мы еще и на Велфере были, нам как бы и нельзя было этих денег много. И нету ничего. Ну, может, кого одолжите? Ну, я на телефон позвонил. Они мне говорят, а ты что? Угорачили в воде купаны, что ли? Ты только приехал в Америку, и ты хочешь на дилерской машине ездить. Мы тут приехали, уже в Америке живем, и мы на этих селвишных машинах ездим, а ты хочешь на дилерской ездить. И часто в нашей жизни вот начинает прорастать вот такая вот зависть, злоба, нехорошие вещи. Я как-то делился уже, мы молодежью, после нашего дневного служения в Белоруссии, пошли на... ну, решили пойти в одну деревню проповедовать Слово Божие. В воскресенье, выходной день, мы так после собрания, это где-то часов, наверное, около часа-двух часов дня, прошлись по деревне, пригласили людей, собрались, там такая лужайка посреди деревни. Начали проповедовать, мы молодежью пели там, свидетельствовали, стихи рассказывали. Ну и уже старший брат, который с нами был, начал уже заключительную проповедь говорить и начал читать, что... о том, что Бог нам повелел, что идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твары. И один стоял такой, он человек, ну, умный, начитанный, он был политруком во воинской части. Стоит между этой толпы и потом заявляет, говорит, вы слышите? Он нас тварами обзывает. И хотя он, брат, прочитал Слово Божие, и там говорится о творении, но он тут же же уловил и уже дьявол перекрутил, говорит, они нас обзывают. И у человека начинает прорастать такое. Другой случай, когда мы не так давно, несколько лет назад, вот собирали помощь церкви в Белоруссии, которая была сожжена. В эту вот Господь положил нашим братьям, сестрам поехать и проповедовать в этом поселке служение, проповедовать Слово Божие. Они приехали, начали проповедовать там Слово Божие, и люди приняли Слово Божие. Началась, образовалась церковь, они там приобрели этот домик, но в одну ночь этот домик сгорел. Откуда оно взялось? Ну, кому мешал этот домик? Ну, у кого-то же проросло вот это недовольство. У кого-то же проросло. И откуда оно берется? Вот это вот плохое в нас. И кажется, ну, нету нигде, никто никого не обучает, чтобы там, ну, например, говорить плохие слова. Английский учу, 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 и никак он мне не придет. Ну, понимаю так немножко там по работе, что лучше общаться могу. А так вот просто разговаривать. Ну, нету английского языка. А как плохие слова. Где-то услышали. И все, оно застряло там у нас в голове. И другой раз, ну, борешься со своими детьми, не говорите это слово. Ну, может быть, оно и не такое уже там скверное слово. Но оно не нужное слово, не говорите это. И откуда оно прорастает? Или, может быть, даже, ну, скажем, ну, пьянство. Откуда? Никто нигде не учит. Никто нигде не тренирует, об этом не говорит. И как же, как бы везде говорить о том, что это плохо-плохо. Но почему-то прорастает. Все больше и больше людей, они употребляют это. И даже среди христиан такое появляется. Что кто-то для аппетита, кто-то еще для чего-то. Но начинают употреблять. И даже начинают оправдываться словом Божиим, что я же не напиваюсь, там, не упиваюсь, я чуть-чуть. Я немножко там для бодрости, для здоровья, и еще для чего-то. И такое и прорастает откуда. И вот эти вот ростки, мы вот это вот услышали, эти плохие слова. И в будущем они дают свой плод. Начинается зависть. Начинается вот это желание вредить. Начинается желание делать плохое. Дорогие братья и сестры, Слово Божие говорит, что земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и производящая злак, полезно тем, для которых возделывается, получает благословение от Господа. Дорогие братья и сестры, мы приходим в служение наше. Мы приходим на молитвы наши. Мы собираемся вместе, мы слушаем много, может быть, служений онлайн. Мы много имеем этого слова, и оно звучит сегодня каждый день. Мы можем постоянно, круглосуточно слушать и слушать. И промые трансляции, и записи, и теперь так много слова Божие. Но почему-то в нашей жизни так часто проявляются ростки всякого, ну, вот этих вот терней и волчиц. Как часто у нас появляется недовольство такое. Кто-то сильно долго проповедует, кто-то сильно громко проповедует, кто-то проповедует, может быть, еще как-то, а кто-то очень тихо говорит. Ну, и разное-разное мы можем слышать и видеть. Оно проявляется вот эти ростки. Как важно нам сегодня проверить, какие ростки у нас производит вот эта вот поливка. Вот это Слово Божие, когда мы слушаем его, что оно у нас производит. И если оно дает нам плод, когда мы выходим со служения, и мы исполнены Духа Святого и радуемся, это благословенный плод. Когда мы уходим со служения, у нас, ну, что-то есть. Надо нам проверить себя. Если у нас это Слово не произвело чего-то хорошего, желание, может быть, послужить, когда мы слышим свидетельства, когда мы слышим, какие-то, может, о нуждах наших, и у нас не коснулось. Она мне, ну, совсем равнодушны мы остались. Не принесло плода. А, может быть, еще сказали, что там косары приехали. Или что? Нам нужно проверить себя. Дорогие братья, сестры. И еще хочу заметить одно очень важное в жизни нашей. И Библия говорит, что говорящий, как говори, говори, как Слово Божие. И если мы говорим Слово Божие, стараться говорить это, как Слово Божие. Если мы имеем наше общение, если мы собираемся в кругу нашем, о чем мы сегодня разговариваем, о чем мы сегодня беседуем, о чем мы говорим, в наших ли устах вот это Слово Божие, в наших ли устах мы ищем, чтобы найти что-то хорошее, сказать друг о друге. Или так часто в нашей жизни бывает, когда мы можем в наших разговорах кого-то осудить, кого-то, может быть, унизить, кого-то, может быть, назвать не очень хорошим Словом. Слово Божие говорит, что говорящий, говори, как Слово Божие. И если мы будем говорить, как Слово Божие, оно будет производить хороший плод. Правда, есть еще одно условие. Есть еще одно условие, что если мы говорим Слово, то мы должны исполнять его. Если мы даем обеты в нашей жизни, мы должны их исполнить. Так Слово Божие говорит, что если дал обет, спеши исполнить. И даже если ты поклялся даже в чем-то плохом, то ты должен исполнить. Может кто-то сказать, что я ничего никому не обещал, не говорил. Братья и сестры, о крещении. Когда мы принимали крещение, когда мы входили в воду, когда мы стояли там, в воде, и нам задавали вопрос, ты веруешь? Я верую. А ты обещаешь? Да, я обещаю. И мы часто своими устами произносим, так часто мы в нашем сердце, и устами нашими говорим, что вот я, я с этого дня не буду этого делать. Но так часто в нашей жизни, что мы делаем. Не буду говорить, но снова говорим. Или наоборот говорим, что мы будем делать. Но так часто мы забываем наши слова. И еще одно место священное писание, когда к Аврааму пришли от Господа, слуги Господни. Когда он их увидел, когда они шли туда, в Содом и Гоморру, и остановились у Авраама, то Авраам сказал, что я пойду и приготовлю для вас там кушанье. Я пойду, сделаю. И этот ангел сказал, иди, сделай. И он пошел, сделал, приготовил это кушанье. А он принес это, исполнил то, что он сказал. И мы видим, что когда эти посланники Божьи, они покушали, они подкрепились этой пищей приготовленной, то тогда в жизни Авраама начали исполняться обетования. То, что обещал Бог. И Авраам услышал, что через год я буду в этом месте. И у тебя будет Сын. Дорогие братья и сестры, сегодня мы читаем и слышим это Слово. И Слово Божие говорит, что оно исходит из уст Божиих, и оно не возвращается с Шетом, но производит свой плод для тех, кто сеет. И вот эту пищу для того, кто ест. Пусть Господь благословит всех нас, чтобы нам услышать это Слово сегодня. Оно будет еще звучать, это Слово. И через пение, и, может быть, через свидетельство, через еще будет проповедоваться Слово. Пусть оно совершит свою работу в нашей жизни, чтобы оно произвело свой чудесный плод, которое принесет плод в жизнь вечную. Да будет имя Господа благословенно. Мы еще склонимся перед Господом и помолимся. Аминь. Читаю краткое слово перед нашей молитвой. Это будет послание Тимофею, вторая глава, первые стишки. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу. Вот такое слово. И мы давайте согласимся. Я приглашаю вас встать на наши ноги. И мы вас зовем. Аллилуйя, бас, поем, асана. 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 Аллилуйя, бас, поем, алилуйя. Аллилуйя, бас, поем, асана. Аллилуйя, бас, поем, асана. Аллилуйя, бас, поем, асана. Аллилуйя, бас, поем, алилуйя. Аллилуйя, бас, поем, асана. Аллилуйя, бас, поем, асана. Аллилуйя, бас, поем, алилуйя. Аллилуйя, бас, поем, асана. Аллилуйя, бас, поем, алилуйя. 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 І почує війти прекрасна, хоч і шлях нелегкий бунтвій. Ти, як ранішня зірка, ясна, і велична в красі своїй. Вже страждати була не в силах, Але все перенесла ти. Шлях важкий до кінця звершила, Тож в усері моїй війди Вже страждати було не в силах, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бог любит нас когда мы стали лучше но вовсе не за это любит он и если ты духовно мертв не бьется уж больше и даже если церковь все святые разведут не ходи если ты лежишь от всех отвержен все отвернулись от твоей беды в купальне под названием в купальне под названием и ты лежишь и ты лежишь его сына его сына его сына смерти субтитры создавал DimaTorzok Берегите души 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 Брата высота Божий Сын за нас умирал Берегите души Берегите души Научить не слушать Меж лицом и старым, от спасения всех людям Тысячи тысяч сильнее, ярче божественный свет И в мире греховном и несовершенном подобного день Тебе привлекая теплом и сиянием любви неземной Разбитые души собой согревая, даруя покой Берегите души, берегите души Ларда высота, Божий Сын за нас умирает Берегите души, научитесь душать Меж лицом и старым, от спасения всех людям Берегите души, берегите души Ларда высота, Божий Сын за нас умирает Берегите души, научитесь душать Берегите души, берегите души, берегите души Цвета любовь Господа, Иисуса Христа, мир вам Я так бачу, як братя говорили, час він біжить Хотілося б ще побути в присутності Божій Напиться від одного духа, напиться цією води живою говорилось, и пяти сего месяца напоени. Слава и подяка нашему Богу. Читаю два месяца писания. Евангелие от Матфея, 15-й розділ, 21-й текст. И вошел оттуда, Иисус удалился в стране Тирске и Сидонске. И вот женщина Хананьянка и вышучи из тех мест кричала ему, помилуй меня Господи сын Давидов, дочь меня жестоко беснуется, но он не отвечает ей ни слова. И ученики его приступивши просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она подошедши кланялась ему и говорила, Господи помилуй, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Он нас сказал, а так Господи, но и псы едят кроки, которые падают со стола Господь их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Слава Богу. Деяния святих апостолов, 10-й розділ, и всегда молящийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который пришел к нему и сказал ему, Корнилий. Он же взглянул на него и испугавшись, сказал, что Господи. Ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Слава Богу. Брати мої, сестри, я хочу засвідчити про велику милость Божию, яку Господь мені і моєму дому явив. Якщо хто був уважний, хто бачив, я сидів там зліва, я вже не сам сидів, як скажем, 5 років, но я вже сижу зі своєю дружиною, а не зіки з дружиною, а ще з двома дітками. Слава і подяка нашому Богу. Не раз на цьому місці брати заявляли, і я говорив, брати, і сестри, підтримайте молитві мою сім'ю, особливо мою дочку, тому що вона нуждається в молитві. І Господь явив милость, слава і подяка нашому Богу. Брати, мої сестри, коли я їхав даже дві неділі назад сюда в Америку, Дух Святий відкрив таке, каже, а ти, син мой, я твою дорогу благослову, путі, перельоти, мілость умножу, а веру укреплю. Брати і сестри, я це слово отримав своє серце, і так, скажімо, більше, скажімо, не переживаючи, вроді би так, склав це в серце своє і рушив. Ну, знаєте, брати і сестри, завжди якось хочеться по-своєму. Господь говорить, що я благословлю, але хочеться взяти якось по-своєму. Думаю, візьму якусь медицину для дочки, можливо, що станеться в літаку, в дорозі, хай буде, там лежить в сумочці. І знаєте, коли я так положив в Україні ту медицину, ту сумочку, я коли вийшов вже в Айдахов, Бозі, з аеропорта, я згадав, що я так і не заходив в ту сумку, не брав ту медицину, тому що дочка не нуждалася в медицині. Слава і благодарнасть нашому Богу. Бог вийшов в нас зустрікає. Я мілость умножу, а віру в твою укріплю. Слава і благодарнасть нашому Богу. І зцілєдя дочі, дочки Ханини Янки. Я знаю, що на цьому місці не раз і не два цю історію зачитывали браття і укріпляли нашу віру. Но чомусь Дух Святий сьогодні мені положив на серце, я віру так, що сьогодні нам надо оце слово, оце віра, оцеї язичниці, оцеї жінки, яка мала біду своєму домі. Дочка мала злого духа в своєї душі, в своєму серці. І ми бачимо в цій історії такі собитії. Написано в Біблії так. Ісус, коли вийшов із місця, написав, удалілася в страни Тірські і Сідонські. І там проповідував Слово Боже. І коли він направлявся тою дорогою, написано, і от жінка Ханини Янка в вичищі із цих місць почала кричати, «Господі, помілуй мене, Сину Давіду». Брати мої сестри, звідки жінка знала про чудо, яке може зробити Син Божий Ісус Христос? Я так віру, брати і сестри, і думаю, що вона чула про Месію, вона чула про славного народження Сина Божого на землю. І її серце воно вже будувалося, її серце вже направлялося. І так сталося, що тою містостю, через ці страни, Тірський і Сідонський, проходив сам Син Божий. Слава і благодарность нашому Богу. Ця жінка, зауважте, вона часу свого не прогаяла. Я так брав, що брати і сестри є молоді, які, можливо, так може граються з гріхом, можливо, думають, можна і Богу служити, можна і світові. Но, брати і сестри, я скажу так, якщо сьогодні на цьому місці проповідується Слово Боже, покається, то сьогодні час прокається перед Богом. Якщо треба попросити прощення батьки, матері, треба попросити прощення, подобне, як ця жінка. Вона часу не упустила, вона підійшла до Ісуса і почала кричати, Сину Давиді, помилуй мене, Алілуя Ісусу нашому. Ми бачимо Ісуса Христа, написано, Он, но Он не отвечал ні слова їй. Брати і мої сестри, мислю, яку хотів оставити, Ісус не отвечав їй ні слова. Буває, брати і сестри, так у нас, що ми стукаємо до Бога, в нас є біда, переживання, ми стукаємо одну молитву, другу, а Господь не відповідає. Є різні на то причини, брати і сестри, але хотів би, щоб ми, як зрілих християни, урозуміли, чому Господь не отвечає нам. Я пригадую, брати і сестри, той час, коли дочка лежала в лікарні, а я хотів би вже своїми руками поправити цю ситуацію, але знаєте, я хотів забрати дочку з лікарні, але з іншої сторони, страх приходив з серцем, як ти забереш, а вдруг вона вдома помре, і так далі, ще разічні випробування були, мисли приходили, але брати і сестри, я хотів все робити з волі Господні, і ми з братівами поїхали на молитву, а Духом Святим Господь говорить так, а ти, син мой, не торопи мене, дождись мене, ібо я скоро прийду і поправлю твоє положення, враг сильну віру твою шатає, но я прийду і помогу тебе. Алілуя Ісусу нашому. Брати і сестри, слово, яке було сказано, я прийду і помогу тебе. Так і в цьому місці. Ісус їй не отвечав ні слова. Чому? А тому, що він хотів побачити настільки ця віра цієї жінки, настільки велика, щоб учені, оці 12 апостолів, які слідували за Ісусом Христом, бачили цю язичницю, бачили уповання цієї язичниці, і що вона не пристанно кричить голоси, сину Давіду, помилуй мене. Але Ісус Христос не отвечав їй ні слова. Брати і мої сестри, хотів би сьогодні твою і мою віру укрепити Словом Господні. Нехай твоє серце, воно не закриється, нехай не буде тісно Духу Святому твоєму і моєму серці, нехай сам Дух Святий працює, дай йому свободу. Аліалуя Ісусу нашому. Я пригадую той час, в старому заповіді, коли був голод, землі три годи, і шість місяців не було води, пам'ятаєте? Подобно, як в нас, в нас один місяць, десь приблизно, браті говорять, нема води, правда? Ну, дощу нема, в кранах є вода, а дощу нема. І треба, брати і сестри, возвистити голос до молитви. Ну, я не про це, брати і сестри, я про то, що в той час не було води, ну, була одна вдова, написано, яка мала сина, не було чоловіка, корміліця, ну, Господь написано так, каже, а ти, Ілля, я повіля вдові кормити тебе. І написано, Господь направляє Іллю, цю, скажем, цю сирепту сідонською, направляє це місто, і коли Ілля приходить до міста, до цієї брами великої, бачить оцю, скажем, вдову, яка, нахилившися, набирає ці полєна. І коли вона набирає ці полєна, вдруг звук, вдруг голос, в жінку, дай мені води. Я не знаю, де жінка взяла ту воду, адже не маєш води, правда? Є, скажем, засуха, але в цій вдові була вода. Алілуя! Багато було вдов в часи Ілія, правда, Ісус Христос говорить, але до одної посланий був Ілія. Чому? Тому що в неї був хліб, в неї був вода, в неї був запас. Алілуя Ісусу нашому, подобно і нам, християни дорогі, хотів би, щоб сьогодні це зібрання не прийшло пусту. Набери сьогодні води на день осаду, на день засухи, вона тобі і мені пригодиться. Алілуя Ісусу нашому. І коли Ілія написано, сказав, дай води, та жінка вдова, вона поспешно, вона поспешно побігла брати воду, вдруг знову голос, жінко, візьми мені ще хліба поїсти. О, яке її серце стривожило, скаже, у мене вже більше нема, у мене вже більше нема, чуть-чуть муки і чуть-чуть масла, нема готового хліба, а я тобі, жінко, говорю, не бійся, іди зроби, як я тобі говорю. Ця жінка прийняла це слово, пішла і зробила по слову Ілії. Алілуя Ісусу нашому. І коли вона зробила це все по слову Господньому, вдруг утішення, вдруг, скажімо, віра її укріпляється. А так, говорить Господь, от нині не істочиться, написано, катке мука і масло в кушенні не убуде до того дня, когда Господь дашь дощ на землю. Алілуя Ісусу нашому. О, сильно! О, Господь зберіг всю, вірну вдову, як вона послужила в цьому чоловіку, пророку Господньому, послужила водою, послужила їжею, і так Господь помилував її дом. Слава і благодарност нашому Богу. Але ці випробування її домі не закінчували. Вдруг, її єдинственный син, написано, захворів, і дихання не перестало, перестало в грудях цього сина, і він помер. І написано в Біблії так, коли Ілля це все побачив, каже, дай мені сина свого. І коли він взяв цього сина, він взяв його на руки, понес горницю, де він спав, де він жив, положив його на свою постіл, і воззвал Господу, і сказав, неужели ти, вдов'я у яких я прибиваю, з'їлиш зло, і умертвіш сіна її. Брати мої сестри, хто заступився за вдову? Заступився пророк Господній. Брати і сестри, хто сьогодні заступається за нас? Заступається сам Син Божий перед Отцем Небесним, за тебе і за мене. Будь вірно Слову Господньому, ходи в чистоті і святості, а Господь подбає про твій і про мій дім. Алілуя Ісусу нашому. І вдруг возвратилося вдихання в груди цього сина, і він став живий. Алілуя Ісусу нашому. О, ці історії з Біблією укріпляють нашу віру, правда? Ну, я хотів би вернутися до нового заповіту, до того часу, коли Ісус Христос ходів на землі. Каже, О, горе тобі, Херазім, горе тобі, Вівсаїда, о, якби були явлені такі чудеса, і в Тіре, і в Сідоні, як явлені в тобі, то вони скоріше покаялися. О, горе тобі, Херазім, горе тобі, Вівсаїда, брати мої, сестри, чи Господь помінявся? Ні, Господь не помінявся. Він вчора. І сьогодні повідь так саме. Нехай віра Твоя і моя сьогодні укріпиться свідоцтвом Ти, що Господь явив сьогодні в моїй житті. Коли я ось дивлюся на свою сім'ю, як Господь чудним образом возвратив жість моїй дочки, і я можу її привезти в це собрання, і вона може чути Слово Господне. Вона чує наставлення, вона чує утішення. Може, вони говорять гостами своїми, не бачать очима своїми. Но я віру, брати і сестри, що ж Господь робить в її серці. Слава і благодарна нашому Богу. Вертаємся до історії Ханенеянки. Написано в Біблії так, он не відповідав їй ні слова. І сказав такі слова далі. Отпусти її, тому що кричить за нами. Он же сказав ответ, я послан тільки погибшим овцям дома, Ізраївам. Брати і сестри, іще раз, іще раз, Ісус Христос показує настойчивості цієї жінки. Каже, я послану перше до ізраїлітян, до євреїв. Я не можу дати їй допомогу. Но вона каже, а вона подошедший, клянулася, йому і говорила, Господі, помоги мені. Алілуя, Ісусу нашому. Я, брати і сестри, пригадую, коли я був на зібранні в Україні, один брат посвятив наше собрання, і він засвідетував своєму житті так. Каже, я пастир церкви, в мене десь вісім, якщо не пам'ятаю, діток, в мене все добре, дітки все добре, не боліють, я пастир церкви, в церкві все добре, і так іду з зібрання з одним братом, і приходить мисля, а давай і спитаємо Господа. Поїдемо на одну молитву, що Господь скаже мені. І поїхали на одну молитву, а Господь Духом Святим каже, а ти, син мой, укріпіся, ібо скоро ждуть тебе скорбі. Амінь. Коротке слово, і він каже, коли я почув це слово, думаю, які скорбі, що за скорбі? І я через деякий час побачив, що я худаю, моє тіло худне, звернувся до лікарні, кажуть врачі, здай аналізи, здав аналізи, побачив, що такі недобри аналізи, каже, направляємо тебе в ровне, їдь в ровне, там тебе болі якісні спеціалісти, провірять. Вони теж взяли аналізи, провірив, каже, ну ці аналізи теж нам не подобаються, направимо в Київ, направили в Київ, і в Києві прийшли аналізи, теж підтвердили, каже, що в тебе четверта стадія раку, готуйся до хіміотерапії, такий-такий день приїжджай, з речами, будемо капати тобі хімію. Я кажу, вдруг я почув це слово, скорі тебе ждуть скорбі, але ти укріпися, син мій. В мене все добре, але вдруг прийшлося питання в дом мій. І він каже, я пройшов цю хіміотерапію, такий спухший, посетив мене в больницю один мій родич, і каже, слухай, пообщайся так з Богом, так просто ті пообщайся. Так хіба я не общався з Богом? Ви знаєте, так почув це слово, він пішов додому, він почав, визвисив голос до Бога, і знову починає говорити до Бога, згадує всі ісповедані гріхи, які говорив, знову переказує, знову кається, плаче, і знаєте, виписали його з больниці, з тим самим діагнозом, і коли він лежав вдома, вдруг, коли приходить трохрічна дитина до нього в комунуту, і так дивиться на нього, і так не впізнає батька, підходить близько, так пальчиком своїм, доторкається до щоки, і так щока провалюється, бо тіло напухло, і каже, мені так тяжко стало, я так возгадавав, господі, я бачу своїх діток маленьких, господі, я, подобно як та жінка, хочу воззвати до тебе, попросити тебе мілості, продовжив, подобно як Єзекію, роки для раді оцих діток, нехай вони трошки підростують, нехай трошки окрепно, а тоді мене забирай, і каже, пройшла та молітва, і так пройшло місяць за місяцем, я вдруг побачив, коси почали відростати, я бачу, що я почав вагу набирати, і каже, я з того часу, пройшло сім років, я пішов на одну молитву, а Господь Духом Святим відкриває таку істину, каже, а ти син мій, я тобі допустив цю болезнь, що ти, подобно як ти, був такою болезнєю, молився за моїх дітей, даби їм прийшло освобождення, і знаєте, братисто, коли він розказував це, свідеті, що вдруг, моя віра ще раз укріпилася, руки поднялися, я поняв, Господь робить в моєму житті, далі милость, алілуї Ісусу нашому, брати мої сестри, нехай, твоя і моя віра, сьогодні укріпиться, Господь щось робить, якщо є переживання, якщо є трудність, не лякайся цього, не бійся, укріпися надєждою на Господа, і написано, вона подошедши кланялась йому, і говорила, Господі, помоги мені, брати мої сестри, кому вона кланялася, кому вона схиляла коліна, а вона схиляла коліна перед Ісусом Христом, алілуї Ісусу нашому, я пригадую ту історію, коли Син Божий, наповнився Духом Святим, був ведений в пустині на 40 днів, він був написано, випробований від Бога, і скушаємо от Сатани, коли це все закінчило, Сатана взяв його, і повів його на гору високою, і каже, подивися, ці царства дани мені, поклонись мені, і я це все віддам тобі, вдруг Син Божий, каже, написано, Господу Богу, поклоняйся, і йому одному служи, алілуя Ісусу нашому, кому уклонився Ісус Христос, він уклоняється Отцю, кому уклонилася ця жінка, жінка уклонилася Сину Божому, дорога душа, сьогодні уклонився Сину Божому, получиш ізбавлення, получиш ізсилення, нехай віра твоя, сьогодні на сьому місці, укріпиться, рамен агін та рамен афарамену, лімен агойся, нехай не смущається, твоє і моє серце, вір Господа, алілуя, і він подасть милість тобі, амінь. І далі історія закінчується так, він же сказав, от ви нехорошо взяти хліб у дітей і бросив сам, він же сказав, так, Господи, і сказали, так, Господи, она сказав, так, Господи, но і всі їдять крохи, які падають от стола, Господ їх, алілуя Ісусу нашому, брати мої і сестри, Ісус Христос шедший хліб з неба, алілуя, і сьогодні він цей хліб дає, він сьогодні роздає через слово своє цей хліб, якщо хочеш напітатися, подобно як ця жінка, цим хлібом, склоніся колена перед Господом, признайся свою вину, скажи, як в твоєму серці є, і нехай твоє серце наповниться вірою, подобно як ця жінка, вона наповнилася, і каже, і крохи, які падають з Господь, вони ці пси їдять, і каже Ісус, тоді сказав їй в відповідь, о, жінчина, велика вера твоя, да буде по желанню твоєму, алілуя Ісусу нашому, брати мої і сестри, чи є желання? Написано апостоли говорить, а ви відкривайте свої желання перед Богом, алілуя, відкривай сьогодні свої желання перед Богом, ця жінка відкрила своє желання перед Богом, і каже Ісус, Сын Божий, о, жінчина, велика вера твоя, нехай буде по желанню серця твоєму, алілуя Ісусу нашому, сьогодні для тебе і для мене, мілость Господь дарує, подобно як цей Корнилій написано в Біблії так, що коли це теж язичник, написано він зовсім домом своїм, робив багато милостині, і написано, всігда молівшися Господу, алілуя, нехай сьогодні твоя і моя молітва, вона не убавляє, якщо ти проходив із питання, і Господь тебе вів до молітви, що Господь запалював твоє і моє серце, даби ти трудився, пройшло із сілення, пройшла на ця хмара, і вдруг ти перестав ходити в зібрання, то сьогодні для тебе і для мене, говори, Дух Святий, вернися в собрання, почни служити Господу, тому що тобі багато Господь дав, і багато спитає, чи боїться твоє і моє серце пристати перед Богом, Господь скаже, я дав тобі із сілення, чому ти мені не засвідкував, чому ти мені не сказав, перед собранням, а я таке чудно зробив з твоїм тілом, даби ти славив моє ім'я, даби ти проповідував Єванія, чому ти не проповідуєш сьогодні, Дух Святий говорить, церквам, Алілуйя, Амінь, Раманагін, Тараманафараманалайся, і Господь говорить відкровення, таке слово, а я советую тебе, советую тебе купить у мене золото, огнем очищене, щоб тебе обагатиться, Алілуйя, якщо віра сьогодні твоя необогащена, сьогодні совет неба, советую тебе купить у мене золото, огнем очищено, щоб тебе обагатиться, Алілуйя, Ісусу нашому, що таке золото, а це золото, віра твоя, яку Господь тобі дав, і коли проводив через ці спитання, ти укріпився, вдруг не стало, сьогодні Господь, советую тебе, візьми і обагатіся, свою віруй, Амінь, Керманагін, Тараманалайся, як хотів би, браті і серці, зараз молитися до Бога, і хотів би, що ви помолилися щиро, за моїй домі, подякували Господу, що Господь таке чудне зробив, з моїм домом, Амінь, що Господь дав таке славне чудо, моєму домі, Алілуйя, Ісусу нашому, якщо сьогодні, ти переживаєш болезнь, нехай не зупиняється, серце своє, вір Господа, Амінь, якщо будеш серцем вірвати, і устами ісповедувати, то прийде і збавлення, Амінь, Раменагінта, я запрошую, станем на ноги, і будем молитися, Алілуйя, Куде піду, Куде піду, Куде від тебе, Христос, Христос, Куде піду, Де зможу я, навіть для себе, Спокійні в душі знайти, Де зможу я, навіть для себе, Спокійні в душі знайти, Хто мені скаже правду, Слово, Розбити серце суда, Щоб я тонув, Святі любові, Знімі і проханко, Знаймі і проханко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дві стрілки майже вже злились Дерзай ти є моїм посланником Мені ще трошки послужи Дерзай ти є моїм посланником Мені ще трошки послужи Мою роботу ти виконуєш А на городах у отця І не впадай від людських поглядів Шукай лише мого лиця І не впадай від людських поглядів Шукай лише мого лиця Я зараз їх навагань зважую Чи легкий бонар ходить ніч Вони ще прийдуть тобі кажучи Біда оливу нам позичь Вони ще прийдуть тобі кажучи Біда оливу нам позичь Пильнуй над кожною хвилиною Земне залиш, молись, молись Оливу запасай світильнику На нерозумних не дивись І перешкоди ворог клав тобі Щоб на це місце не дійшов Та я привів тебе на місце це Щоб ти підкріплення знайшов Та я привів тебе на місце це Щоб ти підкріплення знайшов А на небесному годиннику Дві стрілки майже вже злились Оливу запасай світильнику На нерозумних не дивись Оливу запасай світильнику Оливу запасай світильнику